В реабилитационном центре Подсолнух успешно работает программа «Дом трудолюбия». Предназначен проект для профессиональной ориентации и трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. В системе реабилитации людей с инвалидностью в этом году у нас сделан большой прорыв. Впервые в Ульяновской области мы смогли на межведомственной основе создать рабочие места для людей с ментальными особенностями и психическими расстройствами. Работа самая настоящая. С трудовой книжкой и зарплатой, со стажем и налоговыми отчислениями. Ребятам нравится работать, выращивать цветы и овощи, лепить горшки. Я устраиваюсь работником, потому что я хочу работать. Что ты будешь здесь делать? Сажать огурцы, помидоры, все прочее. Короче, я задорник. Знания и навыки, приобретаемые под руководством педагогов-реабилитологов центра, нужны в повседневной жизни. Можно помочь родителям на даче, можно самостоятельно вырастить любимый цветок. У нас есть дача в Старомаинском районе. Мы как раз сегодня туда собираемся. После работы я поеду туда, и мы туда собираемся. И вот там мы это выращиваем. Я сам помогаю и картошку выращивать, и все остальное. Все там овощи, фрукты. И все. Но самое главное, я очень люблю трудиться физически, что-нибудь делать. Педагоги-мастера довольны своими учениками. Здесь не требуют выполнения какой-то программы. Не спрашивают некий объем знаний. Ребята трудятся по желанию. Тот, кто хочет, может освоить даже гончарный круг. И вот конкретно для цветоводства у нас в нашем гончарной мастерской мы делаем цветочные горшочки. Ну, пока для фиалок. Саша делает конкретно. Вы посмотрели сейчас это на гончарном круге. Остальные ребята тоже работают в гончарной мастерской. Они делают из пластов. Вот такие вот. Перед выходом на работу инструктаж по технике безопасности. Любой предмет может быть полезным и одновременно опасным. Инструктаж – неотъемлемая часть работы. Ведь у некоторых работников проблемы с долговременной памятью. В процессе работы мы должны использовать инструменты. Они нам должны помогать, когда мы высаживаем и ухаживаем за растениями. Хоть продукции немного, она всегда востребована. Проект работает на более полную социализацию инвалидов. Привить необходимые навыки для жизни – эти задачи у центра в приоритете. Продукция, которую вырастили наши дети, она направляется в другую программу. Есть еще одна программа, называемая «Сопровождаемое проживание» или тренировочная квартира, где люди помладше учатся делать бутерброды, салатики, готовить себе завтраки. И для этой тренировочной квартиры, для программы социально-бытовой реабилитации, передаются выращенные продукты. Ежегодно в центре Подсолнух около 600 детей-инвалидов проходят комплексную реабилитацию. Свыше 200 детей-инвалидов проходят отдельные виды реабилитации. Начиная со следующего года, планируется увеличить мощности центра путем присоединения дополнительных площадей и преобразования его в многопрофильный комплексный центр по реабилитации инвалидов. Тогда его смогут посещать до 2000 человек в год. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.